Всемирный день здоровья в этом году проходит под лозунгом «Давай поговорим». Всемирная организация здравоохранения посвятила этот день людям, страдающим депрессией. Традиционно 7 апреля в медицинских учреждениях проводят акции открытых дверей. Антикризисный кабинет посетила Юлия Великодная. Депрессия чаще всего выступает как симптом основного психического заболевания, реже как самостоятельный диагноз. У каждого бывает подавленное состояние, апатия, нежелание выходить из дома. Но не стоит путать эту эмоцию с депрессией. А депрессия – это больше двух недель, скажем так. И это постоянное пониженное настроение с идеями, самообвинение, самоуничижение, двигательной заторможенностью. Какое-то тело страдает. Везде человек обращается к кардиологам, римматологам. Они обследованы и ничего не находят. Понимаете, эта депрессия называется скрытая, маскированная. В Якутске на базе третьей поликлиники и городского медицинского центра есть антикризисный кабинет, где врач-психотерапевт бесплатно и анонимно поможет разобраться в себе и самостоятельно найти решение проблемы. Существует мнение, что у людей есть страх посещения психотерапевта. Но не стоит бояться, с таким диагнозом не поставят на учет и госпитализация требуется только при глубокой депрессии. Я думаю, все-таки это связано с недостатком информации. Люди не совсем понимают, с каким состоянием можно идти к психотерапевту. А их достаточно много, этих состояний. На самом деле это такой бессознательный запрос. Прийти к психотерапевту и сказать, со мной все хорошо, со мной все в порядке. Но тем не менее прийти и потом продолжать ходить. Следствием депрессии могут стать алкоголизм и наркомания. Когда люди, пытаясь снять чувство тревожности, становятся зависимыми. А также уже зависимые люди могут впасть в депрессию, потеряв надежду на излечение. Бывает иногда плохое настроение? Как вы с ним справляетесь? Ну, занимаюсь спортом. А спорт помогает вообще. Рассмешусь я чем-нибудь, что-нибудь хорошее вспоминаю. Тренажерки занимаюсь. Общаюсь с хорошими людьми, с лучшими друзьями. Если не получается самостоятельно преодолеть депрессию, необходимо как можно раньше обратиться к специалисту. Так как лечение глубокой депрессии может продлиться до 4 месяцев. Особое внимание стоит обратить на молодых людей, вступающих в самостоятельную жизнь. И на пенсионеров, которые особенно нуждаются во внимании и заботе. Юлия Великодная, Андрей Рукавишников, НВК Сахар.